Рад вас приветствовать на первом занятии курса «Современный сорсер». Это открытое занятие, по традиции уже проводим, присутствуют все желающие. Первое занятие называется «Кто такой современный сорсер?» и сегодня мы поговорим, что же это за человек такой. Я выскажу свое мнение на этот счет, поделюсь своими мыслями, ну плюс общими полезными историей, информацией. В общем, все скоро увидите. Начну я с того, зачем вообще нужно кому-то смотреть про сорсинг, особенно тем, кто занимается рекрутингом. Дело в том, что рекрутеры, которые знают сорсинг, как правило, зарабатывают больше, то есть 2000 долларов вместо 1000 долларов, а начинающие сорсеры опытные, которые начинающие не в плане того, что они пришли с нуля и их обучают компании, те, конечно, зарабатывают там 300, 400, 500 долларов. А те, кто прошли обучение, владеют инструментами, но в начале своего пути, да, вот они уже зарабатывают от 1000 долларов. Огромное количество студентов наших курсов разбирают компании. Постоянно у меня просят списки выпускников, но я всегда прошу писать в чате, потому что какие-то выпускники обучаются от имени компании, какие-то не в поисках, вот, то есть спрос на эту профессию, на профессию сорсера реально очень огромный. Вот, вот зачем нужно изучать, что это такое. Сайт курса выглядит вот таким образом, pretulaacademy.sourcing. Вот, если вдруг мы с кем-то не знакомы, меня зовут Майк Питула, моя первая работа была работа рекрутером и тренером в Альфа-банке, и уже где-то в 2000, это был 2005 год, и уже в 2006 году я делал первый пост, 2006-2007 год, первый пост к LinkedIn, первые поисковые операторы, очень было мало людей. Вот, меня в LinkedIn затащила моя руководительница, она видела, что я интересуюсь всем таким, Тамара Слепец говорит, слушай, ты про LinkedIn знаешь? Я говорю, пока нету. Она говорит, зарегистрируйся, тебе будет интересно. Я зарегистрировался, кроме нее и меня, там больше никого из знакомых не было, и у нее там было очень кратко написано. Вот, это был первый мой опыт с LinkedIn. Хотя сорсингом я занимался активно. Сегодня мы поговорим, это не совсем был сорсинг, это был ресерчинг. Вот, из таких интересных, забавных фактов сорсинга раннего, тех времен, 2006-2007, мы с другими рекрутерами других банков обменивались списками сотрудников. Да, сейчас надо искать контакты, да, там, и работают с разными, там, инструментами специальными. Да, просто обменивались файликами, где-то их там добывали. Вот, ну, такой был интересный момент. В Starlight Media я выстраивал команду рекрутинга уже, где-то 10 человек у меня там было. Вот, Wargaming был чар-бизнес-партнером и Total Reward занимался. И Preply и Ideals тоже строил HR и команды рекрутинга. Вот такое в современном понятии сорсинг, он как раз в том, как мы его сейчас воспринимаем, да, ну, об этом сегодня будет занятие, он как раз появился примерно тогда, когда я начал строить рекрутинг в Preply. Вот, я тогда узнал о современном сорсинге. И, собственно говоря, увидел, насколько сорсинг ускоряет рекрутинг. Стал большим фанатом. В Ideals сразу же, когда строил рекрутинг, сразу же переманивал сорсера. Причем я поговорил со всеми топовыми сорсерами, ну, кроме Ирины Шамаевой, наверное, потому что я не думаю, что она рассматривала вакансии. Вот, а так писал всем, кого я знаю, кого мне рекомендовали как топовым сорсером. Либо предлагал им вакансию, вот, либо спрашивал рекомендации. Вот так вот. Вот такая небольшая история про меня. Я в работе полагаюсь на лучшие мировые практики. Вот их тут много. Конечно, список маленький, можно дополнять и дополнять. Вот, буду благодарен, если вы и о себе напишите, ваш город, должность и компания. Особенно интересно, есть ли у нас люди, кто уже в сорсинге. Профессия такая относительно молодая, интересует, есть ли чистые сорсеры. Я за этой профессией наблюдаю, получается, 4 года, да, и вижу, как от полного незнания, что это такое, до того, что вакансии уже сорсеров публикуют. Вот сегодня заходил на джобсайт и видел десяток вакансий для сорсеров. Вот, ну, плюс у нас в чатах часто приходят в поисках сорсеров, да. Так, Москва-рекрутер в международной компании. Угу, спасибо. Вот. Кто еще напишет о себе? Сорсеры, дайте о себе знать. Давайте посмотрим на вас, где есть компания-сорсеры. Вот. Тоже поделюсь. Сегодня покажу, сколько сорсеров работает в Google, в Фейсбуке. Так, Москва-рекрутер страховая компания, Киев-рекрутер международная компания. Ммм, круто. Так, ну, пока у нас тут рекрутеры, да. Кто смотрит в Фейсбуке, там тоже не стесняйтесь, пишите. Роман, я был сорсером, рекрутером, ресерчером HR в одной аутсорс-компании, сейчас ресерчер в Playrix, Украина-Днепр. Угу. Вот мы сегодня поговорим о том, что такое ресерчер, сорсер. Да, есть сейчас такое название. Я сегодня проясню. Так, Петра Возовоск, ресерчер в Playrix. Москва, Анна, руководитель группы подбора производственная компания Россия. Харьков, ресерчер в Playrix. Угу. То есть, все называются ресерчер. Хотя, ну, мы сегодня этот вопрос тоже затронем. Хорошо. Кто будет писать, дописывайте, пожалуйста. Те, кто на курсе, вас ждут домашнее задание, начиная с сегодняшнего. Все, что мы изучаем, мы будем практиковать. Причем домашнее задание я буду стараться давать на выбор. И чуть попроще, и чуть посложнее, потому что, ну, у вас, скорее всего, будет разный опыт исходный. В любом случае, моя цель – доносить всю информацию максимально доступно, да, и делиться, ну, там, даже такими не самыми простыми инструментами, так, чтобы было понятно. Программа «Курс» у нас состоит из шести занятий. Сегодня мы поговорим, кто этот человек, и узнаем об основной важной информации о его работе. Потом на втором занятии мы разберем фундаменты поиска, да, бульен-логику мы разберем, как она работает. Потом мы на третьем занятии обсудим общие поисковые техники. На четвертом мы изучим современные инструменты по разным направлениям работы сорсера. На пятом занятии мы обсудим поиск по социальным медиа и популярным сайтам, то есть не по поисковикам, а именно уже по конкретным сайтам. И на шестом занятии мы обсудим, как искать контакты и как коммуницировать с кандидатами. Так, Алена пишет. Привет, я из Вологды, компания Playrix Researcher. Привет, привет всем. Ну что ж, поехали. Так, сегодняшнее занятие. Мы поговорим про историю сорсинга, компетенции сорсера, отличия рекрутера от сорсера и почему сорсер и ресерчер не одно и то же. Вот, ну, те, кто сейчас ресерчер, я надеюсь, что это вас не расстроит, а даст больше уточнения. Вот. Давайте начнем мы у вас такого вопроса. Как вы думаете, сколько сорсингу лет? Да, вот как давно он появился и сколько же ему лет? Сколько он существует? Вот ваше мнение. Это что-то, что давно есть или что-то, что недавно появилось? Думаю, около ста в любом виде. Так, хорошо. Роман, спасибо. Кто еще? Как считает? Ну, просто вот интересно ваше отношение к этому направлению. Лет 20, считает Алексей. 5, 4. Такое есть мнение. Хорошо. Кто еще? Да, скорее всего, он всегда был в разном виде. Да, сегодня, в общем-то, мы об этом узнаем. Хорошо. Начнем мы с истории рекрутинга, потому что мы сегодня будем говорить про параллели рекрутинга и сорсинг. Рекрутинг как функция существует, вот именно рекрутинг, не сорсинг, достаточно давно. Первая известная реферальная программа Юлия Цезаря очень давно обещала 300 монет за рекомендацию солдата в армию. Это было 30% годовой зарплаты. Главное требование было очень простое, чтобы человек мог очень долго маршировать, больше 30 километров полной амуниции. И на самом деле ранний рекрутмент, он был связан больше с наймом военных. Были разные империи, которые развивались, этим империям не хватало военных, и они постоянно нанимали. Все остальные маленькие там ремесленники находили людей, своих знакомых, очень примитивно. Но вот настоящий полноценный рекрутинг, он очень долго был связан с военным делом. Часто причем либо император, либо фараон, в зависимости от того, какая была форма правительства, лично занимались. И это было очень важно, и это сохранилось по настоящий день. От успеха рекрутинга зависело то, что успех империи. То есть если были неправильные воины, то, конечно же, они проигрывали. На сегодняшний день целый бизнес зависит от успеха рекрутинга. И надо было, чтобы он прожил испытательный срок. Многие страны нанимали наемников из других стран. То есть релокация тоже была достаточно давно. Еще интересно, что Древний Китай первыми внедрили тесты для отбора чиновников. То есть делаем вывод, что рекрутинг появился давно. Дальше. Более свежая история рекрутинга. Вот одна из самых первых частных рекрутинговых компаний. Это был 1650 год. Генри Робинсон. Дальше. Рекрутинговая компания для топов появилась в 1920-х годах. И автора считают создателем Executive Search. Он первый начал искать пассивных кандидатов, а не ждать откликов. То есть до этого все ориентировались на отклики. Что-то где-то размещали, доносили, или рекомендации, или отклики. Он первый начал брать ретейнер, то есть аванс, и потом 50% годовой зарплаты после найма. Потом начали появляться рекрутинговые агентства для найма людей на должности тех, кто ушел в армию. В период мировых войн много людей уходило в армию, на фронт. Поэтому нужны были компании, которые могли нанимать персонал разных промышленных предприятий взамен тех, кто ушел. И потом же эти компании помогали ветеранам найти работу. В 50-х годах хэдхантинг перебирается в Европу и в США. Вот такая история. Причем до появления персональных компьютеров это все, конечно, было в бумажном виде. Газеты, доски объявлений, рекомендации. Пассивных кандидатов находили в разных базах данных. Часто это было через телефон, проводной телефон. Это был основной инструмент рекрутера. Интервью проводились в офисах и ресторанах. Когда уже начали появляться первые компьютеры, это упростило работу рекрутерам. По крайней мере, начали ввести базу данных. И вот, когда начал появляться интернет, вот тут-то все сильно и поменялось. Начали появляться доски объявлений. Это стало гораздо дешевле, быстрее. Интернет был не у всех, поэтому это было только для избранных. Но по мере развития интернета мы видели, как все меняется. В 1995 году появляется сайт, который сейчас известен, CareerBuilder. И в 2000-х годах интернет уже становится основным каналом поиска работ. Начинает уже побеждать. Вот, кстати, как выглядел CareerBuilder в 1995 году. Такой забавный, старый олдскульный дизайн. Вот так выглядела одна из первых комьюнити-талантов. 1998 год, сеть era.net. До сих пор существует. Я, когда работал в Альфа-банке в 2006 году, по сути, про рекрутинг, про современный рекрутинг там толком негде было почитать. Я вот об этом сайте узнал и очень долго его читал. Там публиковались какие-то статьи HeadHunter. Это был для меня долго чуть ли не единственный источник современной информации о рекрутинге в 2006 году. Дальше. HeadHunter, всем вам известный. Был создан в 2000 году. Вообще называлась компания по-другому. Только спустя время она принималась HeadHunter. Домен HH тоже позже получили. Может, кто-то помнит вот такой дизайн. Ставьте плюсики, кто помнит. Я помнил. Как раз в 2006 году я Альфа-банк в Украине убедил стать клиентом компании HeadHunter. Мой первый менеджер – это Руслан Аруть. А, нет, Дарья. Сейчас я забыл. Диана, Диана, Диана. Фамилию не помню. Потом она ушла, и нас передали Руслане. Там вообще интересная история была. Ну, я не буду углубляться. В общем, так это все развивалось. Идем дальше. LinkedIn появился 5 мая 2003 года. Это тоже один из первых скриншотов LinkedIn. Network было уже видно. И Action Items – пригласи больше друзей. Друзья, вопрос к вам. Кто когда помнит, когда вы примерно зарегистрировались в LinkedIn? Ну, плюс-минус. Понимаю, что, может быть, точную дату год не помните. Ну, примерно. Вот я помню, что то ли 2006, то ли 2007. По приглашению своей руководительницы. Это 10-й, 3-4 года назад. 10-й, 14-й, 10 лет назад. Это 11-й год. Окей, 16-й год. Но я уже такой... Прошу прощения, я такой дизайн не застал. Уже был такой, ну, больше похож на современный. Я, конечно, плохо помню, но не такой дизайн точно. Вот. Теперь скажу забавный факт. Да, вот в начале презентации, может, кто-то заметил, что на фотографии там такой маг. Часто, когда на английском говоришь Sorcerer, иногда люди не понимают, что это. Ну, и иногда даже программисты шутят. Если убрать букву U и дописать в конце ER, Sorcerer, это переводится как колдун или маг, ну, или чародень. Да, поэтому часто путают, ну, не путают, кто-то, может, прикалывается, да. Вот называют Sorcerer. Дальше. Indeed. На сегодняшний день для международного поиска один из самых популярных сайтов. И чароди, да. Главное, чтобы не злодей. Появился в 2004 году. Это тоже их старый скриншот. Кстати, похож на Google, да, в чем-то такой, очень лаконичный. Дальше. Facebook. Появился в 2005 году. Ну, вот я Facebook точно не помню уже, когда зарегистрировался. Мне кажется, это был 2008, может, 2009 год. Там вообще не было никакой полезной информации. Вот. Поэтому я даже там первые разы заходил раз в месяц или раз в полгода. Потом я что-то со своим профайлом наигрался, начудил, я его удалил. Я из профайла сделал страницу. Ну, короче, это был такой период. Вот. Ну, свой современный профайл, наверное, не знаю, в году в 12-м уже сделал. Вот так выглядел когда-то Facebook, да. Сейчас это часть нашей работы. Так вот, примерно в 2013-14 годах очень сильно активизировался поиск в социальных сетях, и тогда же джобсайты перестали быть единственным каналом поиска. Теперь сорсинг. Вы были правы, сорсинг в разных видах, его называли тогда ресерчинг, он существовал с ранних лет рекрутинга. То есть уже в 1940-х годах, 50-х, уже были люди, задача которых было где-то найти контакты, да. То есть они искали, они очень много делали холодных звонков, да, cold calls эти самые. Вот. То есть тогда уже были первые ресерчеры. Также разных каталогов, да, были желтые страницы всевозможные, вот они там искали и прозванивали. В 1985-м году компания ExuQuest начинает заниматься сорсингом по телефону, да, вот начинает на этом специализироваться. В 1986-м Brentwood Group начинает генерировать имена через сорсинг по телефону и уже позже интернет. В 1987-м году появляется Professional Research Services, тоже сорсинговая компания, и в 90-х появляется первая публикация об интернет-поиске кандидатов. Вот. Собственно говоря, вот такие примерно даты появления сорсинга. Поэтому давайте зафиксируем, что сорсингу примерно 40 лет, да, вот такой активной деятельности, хотя вы были правы, в разных видах это появилось гораздо раньше. Ну вот, когда начали говорить про современные подходы, это где-то 40 лет. Дальше, ресерчеры. Вот многие называют ресерчеры, кто-то говорит, там, сорсеры. Это, по сути, про образ сорсеров. Просто раньше не говорили сорсер, да, а больше говорили именно ресерчеры. И они в основном искали информацию в интернете. Ну, до этого, до интернета, там, холодные звонки, каталоги. А потом это пост информации в интернете. Я знаю и я вижу, что многие компании до сих пор называют так эту должность. Я думаю, что рынок еще какое-то время будет устаканиваться. Да, мы будем видеть точно два вида названий. Что будет со временем? Останутся ли только сорсеры? Или всегда будут ресерчеры и сорсеры? Или все станут друг точно ресерчерами? Мы не знаем. Да, это вопрос моды. Главное понимать, что есть что. Значит, 1999 год Чандра Бодапати, не знаю, правильно ли я читаю фамилию, разработал первый инструмент парсинга и скраппинга и граббер. Можно сказать, это был один из таких первых инструментов современного сорсинга. Первые такие технологии начали появляться. Любопытно, что чувак из Индии. До сих пор многие тулы делают ребята из Индии. В 2000 год одна из первых внутренних сорсинговых команд была сформирована. Представляете, 21 год назад. Сейчас многие команды, многие компании в штате имеют сорсеров. Но вот первая команда в штате, это была команда First Union National Bank. Шесть человек на старте. Уже спустя шесть лет было 55 человек. Вообще, я могу сказать, по моему опыту, все, кто попробовал эффективный сорсинг внутри компании, они хотят больше. То есть они расширяют, или штат сразу расширяют, или рекрутеров отсылают на обучение, потому что видят, насколько сорсинг – это круто. Вот сейчас, что говорит Google. Сейчас 200 сорсеров работает в Microsoft, точнее, говорит LinkedIn. В Microsoft и Google примерно одинаковое количество. Ну, и я знаю по внутренней информации о том, что это так примерно и есть. Вот настолько сорсинг сейчас востребован. 200 человек. Более того, в Facebook работает, ну, все можете представить, 733 сорсера. Единственное, что я не фильтровал, это talent-сорсер или сорсеры какой-то информации, да, потому что сейчас навыки, используемые для поиска кандидатов, применяются для генерации лидов. Хотя Facebook, я не уверен, что нужно генерировать Facebook лиды. Но, тем не менее, факт остается фактом, что топовые технологические компании, они формируют очень мощные отделы сорсинга. Вот, и мы видим, что и компании в наших странах тоже так начинают делать. То есть я думаю, что эти отделы будут по размеру соизмеримы с отделами рекрутинга, как минимум. Вот, а то и больше. Идем дальше. В 2004 году стартует сорсинговая группа на R.NET, Sourcing Technics называлась. Дальше. В 2016 году сорсеры начинают активно использовать плагины Google Chrome. И вот с этого момента сорсеров часто называют сорсеры 3.0. Да, вот такая история. Поэтому тот сорсинг, который мы знаем сейчас с огромным количеством инструментов, плагинов, лайфхаков и всего прочего, это примерно старт в 2016 год. То есть вот современный сорсинг, и вот это в большей степени называется сорсингом, меньше ресерчером, появилось примерно 5 лет назад. То есть вот такая свежая история 5 лет. Конференция по сорсингу, самое главное, появилась в 2007 году. Называется SourceCon. Ну, и думаю, что вы могли о ней слышать. В этом году они празднуют 14-летие. Идем дальше. Что русскоязычный сегмент? Впервые об Уллинд Сёрдж я услышал вот примерно 2006-2007 год. Начали где-то что-то об этом говорить. Вот, звучать такие фразы. Вот с 2008 по 2010 был пик роста популярности LinkedIn. Я прям наблюдал, как в LinkedIn можно уже закрывать вакансии. То есть уже, например, в Альфа-банке LinkedIn мне вообще там слабо помогал до 2007 года, до конца, даже до 2008 года. LinkedIn был, ну так, прям совсем мало кого можно было найти. А уже в 2010-2011 годах, работая на телеканале СТБ, я и коллеги уже начинали закрывать вакансии с помощью LinkedIn. Одна из вакансий, которой я горжусь, я закрыл для телеканала новый канал HR-директора. Вот чисто с помощью LinkedIn там правильная рассылка с правильным текстом позволила мне закрыть. Первые плагины для сорсинга 2011-2014 годы, первые. Вот, первые энтузиасты сорсинга где-то 2015-2018 год, да, вот, наверное, из русскоязычных Ирина Шамаева и Нарек Асликян известны. Нарек сейчас уже больше на другом сфокусировался, развивает свою Академию Кодинга. Ирина Шамаева до сих пор продвигает тему сорсинга. В 2019 году у нас в Академии стартовал курс сорсер-рекрутер, да, и вот сейчас уже восьмая группа. Теперь поговорим о том, кто же такой сорсер. Для сорсера требуется набор важных профессиональных компетенций. У нас есть по ссылочке такой тест, я вам рекомендую его после занятия пройти, тест оценки компетенций и сорсера, и рекрутера. Я чуть позже поговорю о том, как это связано, как сорсер связан с рекрутером. Вот, тест можно пройти. В этом тесте оцениваются разные компетенции, и можно оценить с точки зрения профайла и ваших знаний, вы сейчас там джуниор, мидл или синьор. Конечно же, самой важной компетенцией сорсера является сорсинг. Но это не единственная компетенция. Еще важное знание отрасли, то есть понимание того направления, в котором вы работаете. Если это IT, понимание IT направления. Если это FMCG, понимание FMCG направления, ну и так далее. Дальше, владение ситуацией в компании очень важно. Мега важно взаимодействие с заказчиком, то есть с нанимающим менеджером. Взаимодействие с контрагентами, это с внешними подрядчиками, провайдерами. Международный рекрутинг, самоменеджмент, брендинг и компания, и эффективность. Что я вычеркнул? Я вычеркнул некоторые компетенции, которые в большей степени нужны рекрутеру. Взаимодействие с кандидатом, владение другими, кроме сорсинга, техниками поиска, владение техниками оценки, владение разными там вспомогательными инструментами, потому что они все входят в сорсинг, именно сорсинговые. Наим молодых специалистов, адаптация и удержание. Теперь хочу сделать одну важную ремарку. Сейчас есть разные взгляды на то, чем сорсер занимается и чем не занимается. И вообще взгляды на то, сорсинг – это отдельная профессия или это часть рекрутинга. На самом деле может быть и так, и так. Сорсинг может быть как отдельной профессией, так и частью рекрутинга. Я в этом проблем не вижу. А вот в том, должен ли сорсер заниматься контактами с кандидатами, здесь у меня есть свой взгляд. Те ресерчеры, которые были прообразом сорсеров, они очень часто проводили первичный отбор, первичный скрининг, причем очень часто по телефону. Поэтому в обязанности ресерчера входило прозвонить кандидата и оценить минимальные требования. То есть понять, он вообще подходит или не подходит, и потом уже передать рекрутеру. Сейчас, так как все приходит в диджитал, сорсинг становится более сложным, там много инструментов, много знаний, я вижу, как сорсинг все-таки немножко удаляется от контакта с кандидатом, то есть точно не делают звонков, что иногда остается, это первичный контакт в переписке с дальнейшей передачей рекрутеру. Вот это еще остается. Теперь какие компетенции входят непосредственно в сорсинг? Конечно же, сорсеры должны знать плагины, плагины Google Chrome. Есть определенные направления, мы о них чуть позже поговорим. В этих направлениях есть свои лидеры и есть огромное количество новинок, которые появляются регулярно. Дальше, конечно же, поисковые операторы Google и не только Google. Сейчас начинают уже использовать и Bing, и другие поисковые Яндекс, и другие поисковые сервисы. Вообще это называется Boolean Search, Boolean логика. Дальше, X-Rain, как один из подвидов поисковых операторов, то есть умение прошерстить сайты. Разработка сорсинговой стратегии и формирование гипотез, об этом я сегодня чуть позже расскажу. Умение подбирать синонимы, тоже расскажу. Умение подбирать синонимы, знание типичных каналов поиска. Есть некий стандартный набор каналов, которые являются в какой-то степени альтернативой социальным сетям. Здесь социальные сети, здесь альтернатива в том плане, что там есть хорошие профайлы кандидатов. Дальше, поиск контактной информации кандидатов. Обзор и определение формата контакта с кандидатами. Инструменты для email-рассылки. Создание маркетингового контента для привлечения внимания. Особенности международного поиска и подходы по поиску экспатов. Работа с собственной эффективностью и умение делать executive sourcing. Вот это основные компетенции современного sourcing. Кроме hard skills, кроме профессиональных знаний, современному сорсеру нужны soft skills. И вот это то, что действительно отличает крутых сорсеров от средних. Первый и важный навык – это энтузиазм. То есть современному сорсеру надо обладать таким позитивом и верой в то, что нужная информация будет найдена. Потому что sourcing, я в конце это указал, это очень много про экспериментирование. Если нет энтузиазма, то можно очень легко и очень быстро сдаться. Но это точно не про сорсинг. Дальше любознательность. Это желание постоянно все изучать, все новенькое, как оно работает и как можно обойти что-то. Потому что в сорсинге регулярно рождается огромное количество новой информации. Дальше – это гибкость. Постоянно какие-то инструменты, подходы перестают работать. Нужно на это быстро реагировать, какой-то новый подход находить. Есть какие-то новые ограничения, новые правила. Сорсер должен быстро к этому реагировать. То есть если что-то не работает, это не проблема в сорсинге. Нам нужно знать себе вопрос, почему и какая есть альтернатива. Что можно сделать вместо этого. Дальше – непрерывное обучение. Очень много новых знаний появляется, и поэтому нужно за ними следить, для того, чтобы не отставать. Хотя, как уже показал опыт нашего курса, знаний хватает на год-два без обновления. Ну, вот так, в принципе, нормально. За два года не случается какой-то супер прогресс. И, конечно же, экспериментирование. То есть это готовность пробовать новые подходы, готовность к тому, что сработавшее у других может не сработать у вас. И наоборот, что если у кого-то это не сработало, это не значит, что не нужно пробовать, а может быть у вас это как раз сработает. Плюс, смотрите, каждый день появляется что-то новое. Сегодня у нас появился Clubhouse, я о нем вкратце сегодня расскажу. И какой-то новый канал кандидатов, который был недоступен вчера, уже сегодня становится для нас доступным. Поэтому экспериментирование важно. Теперь, что не является сорсингом. Работа с активными кандидатами – это вообще не сорсинг. В сорсинге понятия «активный кандидат» вообще нету, и они к сорсеру не попадают. Помощь рекрутеру в прозвоне кандидата – тоже это не сорсинг. Встреча кандидатов, сопровождение на интервью, приготовление кофе – это тоже не сорсинг. Разбор резюме, которые присылаются в базу данных, чтобы их распределить по вакансиям, и первичная оценка – это не сорсинг. Это все работа ассистента-рекрутера или какого-нибудь джуниор-ресерчера, если хотите. Но это не сорсинг. Сорсинг – он по-другому. Если сорсер начинает активно работать с кандидатом, начинает контактировать, возможно, проводить оценку, организовывать интервью, он тогда становится просто сорсером-рекрутером. Такое тоже важно понимать. Есть рекрутеры, которым неинтересен сорсинг, есть сорсеры, которым неинтересен рекрутинг, и есть, наоборот, рекрутеры, которые изучают сорсинг или сорсеры, которые хотят изучить весь рекрутинг. То есть такое может быть. Также может быть первичный контакт с кандидатом для того, чтобы потом передать рекрутеру, причем чаще всего в цифровом формате, например, рассылка имейлов, написание в LinkedIn персональных сообщений, контактирование в Telegram или в других чатах. Да, может быть такое, что сорсер делает много контактов, потому что у сорсера часто есть инструмент автоматизации, но заинтересованных кандидатов он дальше передает рекрутеру. Телефонные звонки и собеседования – это уже не про сорсинг, это все-таки больше про рекрутер. Идем дальше. Сорсинг – это ресерчер в итоге. И да, и нет. Делаем такой вывод, что ресерчер был прообразом сорсера. Сорсер с технической точки зрения превосходит классического ресерчера. Можно сказать, что ресерчер – это начинающий сорсер. Хотя делаем поправку, что некоторые компании просто так называют сорсеров. Я не знаю, по какой причине, не думаю, что это кого-то должно оскорблять или обижать. То, как написано название должности, то, как вы себя воспринимаете – это разные вещи. Теперь часто спрашивают, сорсинг – это же только для IT, а можно ли сорсить не айтишника? Друзья, сорсинг – это не только для IT. Для IT, конечно же, будет много преимуществ. Мы чуть позже поговорим, почему. Ну вот смотрите, я просто в LinkedIn забил IT-индустрия. Выбрал три страны – Беларусь, Россия, Украина. IT-индустрия – 240 тысяч профайлов. Потом сравнил. Окей, сколько в продажах на LinkedIn людей? 370 тысяч профайлов, а в бухгалтерии – 210, а в маркетинге – 140. То есть на том же LinkedIn, кроме айтишников, уже огромное количество разных кандидатов. Я здесь не говорю «Фейсбук» и другие каналы поиска, «Телеграмы», «Вайберы» и прочие чаты, где может быть еще очень много всего. Инструменты сорсинга – они полезны везде. Поэтому это не только про IT. Дальше, что отличает суперстар сорсера от обычного? Это способность применять новейшие технологии в работе. Умение знать. Хотя я считаю, что тут важны две части. В основе сорсинга лежит очень твердая база, теоретическая, как, например, математика в программировании. И в ней нужно разбираться. А потом идут инструменты. И поэтому мы этот курс и проходим. Мы на следующем занятии изучаем все-таки основы поиска, а потом уже инструменты. Потому что инструмент – это способ ускорить, упростить, расширить возможности. Но если пользоваться инструментами без понимания, как они работают, что лежит в основе, то это будет не такой полноценный сорсинг. Идем дальше. Теперь в чем преимущество сорсинга. Я думал, как мне супер просто, супер лаконично объяснить, что такое сорсинг, и почему он лучше, чем просто рекрутинг на HeadHunter. Смотрите, сорсинг работает с так называемым цифровым следом людей, кандидатов. Когда человек заходит в интернет и делает там какие-то операции, он оставляет после себя свой цифровой след. Это его регистрации, тексты. Короче, все, что он делает, оно где-то фиксируется. Например, зарегистрировался в Facebook – есть один след. Завел аккаунт LinkedIn – есть. Написал статью, сходил на митап, вступил в какой-то телеграм-чат, оставил отзыв о купленном товаре, указал свою почту на сайте, который потом взломали. Еще куча всего. Количество сервисов, где люди могут зарегистрироваться и оставить свой след, там Pinterest, вот сейчас Clubhouse и многие другие, TikTok, тот же самый, растет. Причем в геометрической прогрессии. То есть люди в интернете следят, но оставляют свой след все больше и больше. И сорсинг – это способ поиска этого следа, да, и способ использования всей информации о человеке, который он там наследил, чтобы найти подходящего кандидата. Да, сейчас интернет, она знает больше, чем нужно. Вы это сами знаете, что тут ты с кем-то обсудил какую-то штуку, потом тебе уже выдают рекламу. Вот, это все можно использовать. И что еще интересно? Чем более интересный кандидат для компании, чем он так называемый A-плеер, чем больше он A-плеер, тем больше он следит в интернете, на самом деле. Потому что если ты развиваешься профессионально, если ты в чем-то разбираешься, ты где-то регистрируешься на форумах, проходишь курс, оставляешь отзывы, где-то пишешь, задаешь вопросы на кворе, идешь, читаешь новости на Reddit и комментируешь их, и оставляешь после себя еще больше следа. То есть сорсинг, он прежде всего будет идеальнее работать на классных кандидатов, чем на каких-то посредственных, которые ничем себе не привлекательны, не примечательны, и цифровой след после себя не оставляют. Окей, идем дальше. Вот пример. Я взял известную фамилию Ирину Шамаеву, не думаю, что она обидится, и показал вам ее цифровой след за несколько лет. Ирина Шамаева до 2000 года интернет ничего не знает. No results found. У Ирины Шамаева до 2000 года. Я использовал поисковый оператор, я его очень люблю, когда мне нужно найти информацию старую или новую. Есть before and after, можно использовать. Дальше смотрим. До 2005 года Ирина Шамаева указывает свой профайл на сайте PQ. У нее остался один цифровой след. Окей, движемся дальше. 2007 год. Уже есть пять цифровых следов от Ирины Шамаевой. Amazon на Амазоне книга, Recruiting Resources, ее упоминание, ну и тот же PQ, где-то появляются дополнительные странички. Всего лишь за два года пять следов. Еще пять лет, еще появляется 15, еще плюс 10 результатов. Уже Boolean Strings, Online Sourcing Day, Twitter уже появляется. То есть уже есть ее след больше. Давайте, пока я не перешел в настоящее, как вы думаете, только не гуглить, сколько сейчас будет результатов по запросу Ирины Шамаева в интернете? Вот если мы доберемся до 2021 года. 3000 плюс. Просто хочу, чтобы вы наблюдали, как растет количество информации о человеке со временем. 100 плюс. 200, 3000. Ну окей, да, в общем, обнадеживающие у вас цифры, вы смотрите с оптимизмом. Отлично. Идем дальше. Уже какие-то фотографии появляются. Дальше. 2015 год, то есть еще плюс пять лет, с 15 до 57 даже уже сразу видим ее фотографии. Отлично. И уже появляются Source Europe, Pinterest, который я сегодня упоминал, Social Talent. Это сколько вы написали, Елена? 100 тысяч плюс. Ну посмотрим. Дальше. 2018 год уже 96, два раза больше. Да, уже на конференциях она выступает, уже на YouTube ее ролики индексируются. 2019 год всего лишь один год. Смотрите, в 10 раз. А если это не один человек? Возможно. Я не проверял все результаты, да, но просто по одному человеку была информация, одна запись. А сейчас в разы больше. И до 2020 года 1370 уже результатов, да, вот уже больше. И до 2022 года 1670. Вот примерно столько результатов. Конечно, вот эти все результаты, вы верно написали, они условны. Во-первых, тут Google, он дает неточную информацию. И там собственные алгоритмы, вы никогда эти 1670 строк не увидите. Google выдает, не знаю, 200-300 результатов. Потом говорит, что все остальные результаты похожи. Но суть в том, что смотрите, как за несколько лет выросло количество информации о человеке. Это говорит о том, что мы в интернете оставляем все больше и больше после себя следов, которые сорсеры могут использовать, чтобы нас находить. Идем дальше. В итоге огромное количество людей в интернете позволяет настолько эффективно использовать информацию, что успешные компании в два раза быстрее начинают закрывать вакансии. Работая в компании Preply и Ideas и выстраивая отдел рекрутинга с сорсингом, я прям видел, когда ребята начинают использовать сорсинг, насколько это ускоряет поиски, насколько быстрее закрываются вакансии. Если взять среднюю стоимость закрытия вакансии, ну не каждую индустрию в среднем, то сам по себе сорсинг способен экономить около 2000 долларов на одной вакансии, если мы говорим о профессиональных должностях и, может быть, о руководителях. Идем дальше. В итоге, что такое сорсинг? Это поиск информации, прежде всего, поиск информации, которая чаще всего не лежит на поверхности. Ну и в этом плюс. Пока что сорсингом владеют далеко не все. То есть если вы начинаете искать там, где не ищут другие, у вас там в разы меньше конкуренции, в отличие от HeadHunter, Работа, Work, Superjob, Work и любые другие сайты. Пока что сорсинг – это применение инструментов, которым большинство рекрутеров, если взять все рекрутеры, не пользуются. И как ни странно, хоть сорсинг может требовать платных инструментов, но за счет ускорения поиска это наиболее дешевый и быстрый способ закрытия вакансии. Благодаря скорости. Идем дальше. В итоге сорсинг – это последовательность действий, которая состоит из поиска имен, поиска контактов этих людей и связи с ними. Если совсем упростить, это поиск имен, поиск контактов и связи. Но это только так кажется, что все легко, что можно легко найти контакты. В сорсинге есть одна очень важная компетенция. Мы сейчас к ней дойдем. От нее, она не про технологии, но от нее зависит, насколько вообще все хорошо работает. То есть находите ли вы в итоге тех кандидатов или не находите. Какой результат сорсинга? Это возможность найти тех, кого нет на стандартных джобсайтах. Это так называемые пассивные кандидаты, которых можно найти. Кроме того, что это не только для IT-вакансий, вокруг сорсинга есть еще много мифов, которые я хочу сразу развеять. Во-первых, он, сорсинг, не требует очень глубокого английского языка. То есть базовый английский, позволяющий вам работать с англоязычным интерфейсом какой-нибудь программы, в принципе, хватает. Дальше. Сорсинг – это не про то, чтобы быть каким-то программистом-разработчиком, который может ковырять код. Нет, все инструменты, хоть они и продвинуты, но они доступны любому человеку. Дальше. Для сорсинга не обязательно требуется платный аккаунт LinkedIn, хотя очень полезен. Я в целом сторонник того, чтобы на сорсинге, на рекрутинге не экономить, а использовать платные инструменты, потому что это еще больше экономит времени. То есть, грубо говоря, там, где с помощью инструмента вы можете вот так вот получить нужную информацию, без него вы потратите времени больше, что в итоге обойдется дороже, чем заплатить за инструмент. Дальше. Миф третий, да, не третий, а пятый, что это не работает для Украины, России, Беларуси, Казахстана. Работает. Действительно, прежде всего, эффективность зависит от того, какой именно след оставляют. То есть, сорсинг наиболее эффективен в странах, где высокий уровень использования интернета. Сорсинг будет работать слабее в странах, где интернета мало, да, где он медленный, дорогостоящий. То есть, да, там людей оставляют меньше цифрового следа. Вот. И это не обязательно дорого. Очень много инструментов бесплатных или так называемых триалов. Инструментов, которые можно протестировать бесплатно в небольшом количестве. А учитывая, какое огромное количество есть инструментов, то вы можете эти бесплатно использовать, ну, очень много. Да, то есть, просто придется много регистрироваться и много плагинов вставил, поставил, сделал какую-то операцию, удалил, поставил следующую. Вот. Вот так вот. Идем дальше. В сорсинге очень важная тема в том, что сорсинг работает с пассивными кандидатами, но согласно многим исследованиям, в том числе самого LinkedIn, 80% пассивных кандидатов на самом деле готовы рассмотреть новую возможность. Но при этом с ними важно правильно проконтактировать. Да, сейчас очень много говорят о том, что неправильный контакт с кандидатом может привести к какому-нибудь неадекватной реакции. Это правда. Недавно читал пост, как кандидат просил от рекрутера 5000 рублей за собеседование. Ну, да, такое бывает. Поэтому очень важно правильно проконтактировать. У нас неадекватных реакций у команды за больше, чем два года работы я не припомню. Ну, то есть, какие-то, может быть, единичные случаи, но точно не массовые, точно не такие, чтобы это мешало сорсингу. Вот. Также важно понимать, что главная задача сорсинга – это найти кандидата. Причем не просто контакт, а понимать, что этот контакт подходит и способ с ним связаться. То есть, можно сказать, что успешный результат – это профиль плюс его контакт. Плюс в некоторых компаниях это, возможно, заинтересованность кандидата. То есть, тот, который высказал свою заинтересованность. Главный навык сорсера – это умение искать информацию, пользоваться поисковиками и, в принципе, интернетом. Да, вот это вот очень важно. На сегодняшний день уже около трех миллиардов активных пользователей. Ну, цифра растет, то есть, интернет благодаря мобильным телефонам появляется вообще везде. Вот. Вот небольшой список вопросов для вас, для самопроверки, насколько вы умеете искать информацию в интернете. Например, кто-то знает, как искать только по файлам PDF. Давайте, вот, кто первый напишет. Это один из примеров того, что нужно знать о поиске. Как отобразить данные за 2019 год? Да, вот такие могут быть запросы. Как искать только среди сайтов доменной зоны UA или BY или RU? Да, FileTap, точно. Как найти сайты, в адресе которых есть слово резюме? Как найти все сайты со словом резюме, но без слова образец? Ну, и так далее. Да, вот эти вот типичные вопросы, на которые продвинутый человек, который умеет искать, да-да-да, видишь, бомон, знает ответы. Теперь про сорсинг. Я говорил, что я расскажу об одной из самых главных компетенций. Почему-то этой компетенции не всегда учат или доносят очень вскользь и, как-то, знаете, вот, не точно. Не знаю, почему так бывает, хотя, вот, там, учитывая мой опыт работы с рекрутером самостоятельно, и с рекрутерами, с сорсерами, уже 15 лет, я понимаю, ну, я видел, да, что это самое главное. Так вот, одно из самых главных в сорсинге знаний, навыков, это умение формировать гипотезы, то есть предположение о том, где сидит наш кандидат и какой он. Чаще всего классные гипотезы формируются с нанимающим менеджером. И вообще сорсер сильно зависит от эффективной работы с нанимающим менеджером, да, от того, насколько этот альянс хорошо работает, ну, и с рекрутером, с другой стороны, зависит успешность сорсинга. Все остальное, в принципе, дело техники, да, потом просто мы подбираем инструменты поиска, инструменты поиска контактов и так далее. А вот правильно заданный вопрос – это половина успеха. Примеры вопросов для формирования гипотезы, да, вот эти вопросы нам нужно самим себе задавать, нанимающим менеджерам, для того, чтобы потом понимать, где искать. Например, вот такие. Какие названия должностей могут быть у кандидатов? В каких компаниях они сейчас работают? Какие ключевые слова в их профайлах? В каких сообществах они состоят? В каких группах в социальных сетях они состоят? Какие чаты они читают? На какие мероприятия они регистрируются? Кто их знает поименно? Что они выкладывают в интернете? В каких местах, например, в Инстаграм или там где-то еще они отмечаются? Какие сертификации они прошли? Вот эти вопросы, такие как эти и такие как эти, это самое главное, потому что в сорсинге, это, знаете, нужно составить себе же правильное техническое задание на поиск. Вот если вы можете себе составить правильное техническое задание на поиск, но потом просто делать техники, вы просто применяете правильный инструмент. Вы знаете, что убивать в поисковый запрос, вы знаете, на какие сайты ходить, вы знаете, какие инструменты и как применить. И дальше просто нужно немножко экспериментирования, энтузиазма, разнообразие и результат будет. Но если вы не продумали варианты найти ответы, то вы сидите в интернете перед самым крутым инструментом, самым дорогим. Ну какой самый, ну там, например, Amazing Hiring, 300 долларов в месяц. Один из самых дорогих инструментов, который позволяет искать кандидатов. Но если вы не знаете, что туда внутрь записать, что искать и так далее, то инструмент, он не даст вам результата. Поэтому мне кажется, что вот эти гипотезы наиболее важны. Поэтому сорсинг – это тестирование гипотез и поиск новых. То есть часто в сорсинге что-то не срабатывает сразу. То есть мы так себе подумали, о, мы найдем HR по сертификации, там, PHRI. Или мы найдем маркетолога, который закончил CIMA, Chartered Institute of Marketing. CIM, точнее, да, у них он называется. Да, CIMA. Или мы найдем, там, не знаю, еще какого-нибудь, там, разработчика по вот такому стеку. Класс, мы сейчас забьем вот эти три слова. Это очень узкий стек. И все, сейчас мы с них найдем. Это может не сработать. Но это не означает, что нужно расслабиться, там, ой, не сработало. Это значит, что нужно просто сформулировать другую правильную гипотезу. Вот, поэтому эффективный сорсинг – это такой путь, где у вас есть некий путь к целевому кандидату, вы этот путь пока не знаете. Вот там где-то в интернете о себе оставил следы ваш целевой кандидат. Ну, пока непонятно, где он оставил. Ну, он точно оставил цифровые следы. Вот смотрите, не знаю, могу ли я такое говорить. Давайте вот так скажу. Однажды один очень-очень богатый человек, владелец одной топовой компании, позвонил мне на мобильный телефон и предложил вакансию HR-директора. Точнее, позвонил сначала не он, позвонили какие-то его помощники. Мне сначала написали в Фейсбуке его помощники, спросили мои контакты, потом позвонили, сказали, вам будет звонить вот этот вот очень известный человек по поводу вакансии. Я говорю, не вопрос, пусть звонит. Он позвонил, представился, я был в шоке, думаю, ничего себе. Вот, сохранил его. Я потом удивился, этот человек во многих социальных сетях есть. То есть у меня по номеру телефона, я теперь его нахожу везде. Я вижу его фотографии, понимаю, что это он. Хотя, ну, это там, не хочу говорить фамилию, но это олигарх, условно говоря. То есть человек, состояние которого там около миллиардов долларов. Так вот, этот целевой кандидат где-то есть. И нужно найти к нему путь. Путь есть, но мы его не знаем. И мы формулируем гипотезы. Вот этими гипотезами мы как-то такими тропинками блуждаем, 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 ближе, ближе, ближе. И потом мы его нашли. Его или максимально похожего. Традиционный подход, он без гипотез, да, мы просто лопатим, 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 там активные отклики, перебор базы и находим итог, который далек от целевого кандидата. И в итоге нанимающий менеджер недоволен, компания недовольна, мы недовольны. Вот. Так вот, таких гипотез может быть, да, вот много. Вы можете подумать, так, этот человек, скорее всего, состоит в какой-нибудь яхт-клубе. А ну-ка, я там поищу. Нет, нету. Этот человек состоит в какой-нибудь такой вот группе. Поищу. Нет, нету. Пока вы не найдете, нужно экспериментировать. Окей. У нас близится завершение занятия. Я расскажу немножко, куда развивается мир сорсинга. Сейчас начинают больше говорить о Fullstack Recruiter. Даже есть одноименная книга «Fullstack Recruiter». Это когда сорсер плюс рекрутер плюс специалист по бренду работодателя. А вот три компетенции. Я думаю, что будет спрос на людей, универсалов. На них всегда был спрос, особенно небольшие компании-стартапы. Да, они будут искать универсалов. Дальше. Сейчас сорсеры все больше занимаются вовлечением кандидатов в переговоры с компанией. Вот обладая этими самыми digital skills, сорсеры знают, как можно сделать привлекательным предложение для кандидата. Как-то, может быть, видео снять, может быть, какой-то там дизайн прикольный сделать, может быть, какой-то еще инструмент использовать, чтобы кандидат вовлекся. Дальше. Сорсеры работают все больше и больше как сыщики и делают сложные сорсинговые стратегии. Недавно в чате девушки из одной из компаний, которая у нас училась, спрашивали, например, как найти в LinkedIn всех, кто фоловит определенную компанию. Это сложная сорсинговая стратегия. Найти всех, кто там есть в LinkedIn, фолов, то есть подписаться на какую-то компанию. И вот они думают, это не какая-то гипотеза. Я у них спрашивал, какая у вас гипотеза. Они сказали, что нас интересуют те, кто интересуется определенной компанией. У них гипотеза, что люди, которых мы ищем, например, люди по искусственному интеллекту или машинному обучению, наверное, фоловят вот такую компанию, какую-нибудь Amazon. Давайте мы найдем всех в Украине или Киеве, кто фоловит Amazon, и там, скорее всего, будет наш кандидат. Это сложная сорсинговая стратегия и сложный инструмент. Я там один метод нашел, где можно подменить часть URL и должно показать. Ну, не знаю, скоро сработало или нет, они потом что-то не отписались. Дальше. Сорсеры первыми находят новые источники кандидатов, пока их не нашли другие. Это тоже тренд. Сейчас мы поговорим с вами про Clubhouse. Но это то, что делается, это тренд. То есть сорсеры, они первооткрыватели всего нового. Всего нового, где можно находить новых. Они постоянно думают, так, где еще можно найти. Вообще, сорсеры во многом очень похожи на таких, не хочу очернять, хакеров, которые хотят взломать систему, но в хорошем смысле слова, понимая, что результат их деятельности помогает хорошим компаниям, хорошим людям встречаться друг с другом. Дальше. Я думаю, что и дальше будут ужесточаться требования к хранению данных, как, например, GDPR, который недавно появился. Такие требования будут, их будет все больше, данные будут все сильнее защищаться, но я думаю, что с другой стороны будет все больше утечки данных, и будут появляться новые инструменты для работы с данными. Например, многие инструменты, которые, плагины, которые показывают контакты на LinkedIn, они основаны на одной из масштабных утечек данных, которая произошла в LinkedIn, когда, по-моему, 154 миллиона пользователей, примерно так, точнее, данные о 154 миллионах пользователей, их имейлов утекли в сеть. Конечно же, эти все плагины, эти данные используют и говорят, вот мы нашли. Но они сейчас пытаются доказать, что они используют какие-то открытые источники, но очень часто это не так. Ну и, конечно, будут появляться и появляются все больше и больше новых мест скопления людей. Например, как Clubhouse. Вот теперь вопрос. Ставьте плюс, кто есть Clubhouse. Минус, кто нету. Два плюса, кто уже там пробовал искать. Clubhouse – современное приложение для аудиоканалов, где можно зайти и что-то послушать. Послушать каких-то спикеров, такое современное, как его говорят, радио, но с интересными людьми. Просто заходя в Clubhouse, зарегистрировавшись, просто вбив в поиск должность и город, вам сразу же выдают огромное количество людей. Я нашел HR Moscow, куча HR. У меня инвайта нету, пока я пораздавался. Надо посмотреть. Если появится, можно будет раздать. А потом по цепочке друг к другу. Я, соответственно, просто выбрал Head of HR, нажал на иконку человека. Тут у него подвязан Инстаграм. Тут либо у Clubhouse, либо Twitter подвязывается, либо Инстаграм. Нажал на Инстаграм, сразу нашло. Кстати, обратите внимание, что этот человек в Clubhouse указал, что он Head of HR, а в Инстаграме этой информации нет. Дальше нажимаем Message и пишем «Привет». Но я не написал в итоге, просто как пример. Это то, как сорсеры находят новый инструмент. Это не все. Сегодня был релиз инструмента Clubstat. Ребята-разработчики сделали пока для русскоязычного сегмента рейтинг комнат и пользователь, также календарь мероприятий по популярности. То есть, например, вы заходите в Clubhouse, хотите посмотреть список какого-то профильного чата для каких-то узкоспециализированных ребят. И хотите посмотреть потом профайлы, им написать в Инстаграм. Вот с помощью Clubstat можно это сделать, найти либо по пользователям, либо по комнатам, либо по календарям, то, что вас интересует. Это вот только-только сегодня появилось. Это вот в этом суть сорсинга, в том, чтобы находить. Но я хочу сказать, что сорсинг – это не столько про уже готовое знание инструментов, это про мышление. Сорсинг – это про правильное мышление. Вот то, что будет на этом курсе, то, что я буду пытаться сформулировать, это прежде всего правильное мышление, потому что инструменты найти легко. Они тоже будут с готовыми примерами. Вот основные категории инструментов, которые мы будем рассматривать. То есть их много, и они готовы. Но их нужно уметь применять. А применять можно только, если в основе правильная логика. Вот. Это инструменты поиска контактов, имейлов, отправки имейлов, веб-скраппер, инструменты автоматизации, генераторы бульен, серж-опросов и так далее. В общем, их очень много. Вот, например, один из инструментов RocketReach. Просто, я не знаю, наверняка многие из вас инструменты какие-то используют плагины. Кто-то не использует. Вот, например, есть такой RocketReach. Вы делаете поисковый запрос по LinkedIn. Я сознательно его не делал чистым, не писал там pub и in. Сразу же в поисковом запросе кликаем «находит людей», можно их добавить в систему, и в системе можно находить контакт. Вот я нашел, например, в своей бывшей коллеге «Система знает контакты». Да, этот инструмент платный, он стоит денег. Сколько-то запросов в год стоит 20-30 долларов в месяц, например. Но если бесплатные, вот таких инструментов, их десятки, то и сотни. Если вы другими способами не нашли контакты, можете зарегистрироваться, воспользоваться. Вот такие вещи будем на курсе на этом изучать. Теперь домашнее задание. Как я и обещал, два варианта. Первый вариант – это пройдите тест на соответствие компетенции сорсера-рекрутера, опишите, какие задачи вы бы хотели решить с помощью сорсинга на этом курсе и в целом, и какие знания вам в этом помогут, исходя из теста. Вот вы увидели, что, скорее всего, этот может. Второй вариант – продвинутый, я его рекомендую выполнять. Сформируйте набор гипотез для поиска по любой из вашей вакансий, желательно по некой сложной, для того, чтобы потом эти гипотезы проверять. Вот я напомню примеры вопросов. Не ограничиваемся этими. Могут быть и другие гипотезы. Гипотезу можно писать в формате «я думаю, что». Я думаю, что у этого человека могут быть такие названия должностей. Я думаю, что такой человек сейчас может работать в такой компании. Я думаю, что такой человек живет в ЖК таком-то и таком-то. Ну вот любые гипотезы, только если какие-то не очень очевидные, пишите, почему вы так думаете. Это второе домашнее знание. Он творческое, но оно очень интересное. Те, кто хочет сильно прокачаться, выбирайте, пожалуйста, его. На этом первое занятие о том, кто такой современный сорсер. Мы сегодня завершаем. Второе занятие будет посвящено изучению фундаментов поиска. То есть основы интернет-поиска, как информация в интернете хранится, как она там находится. Ну и, в общем, все-все все эти вещи на следующем занятии с готовыми примерами, запросами, с готовыми шаблонами я с вами поделюсь. На этом занятие подходит к завершению. Если есть вопросы именно по сегодняшнему, пишите снятию вопросы. Если вопросов нет, напишите, чтобы было наиболее ценного. Так, спрашивают, пришлют ли на почту те, кто уже на курсе. У вас есть личный кабинет и домашнее задание в личном кабинете. Там просто раздел. Запись сегодняшнего вебинара будет завтра уже. Презентация и домашнее задание там тоже будет. И вы там же выполняете и отправляете его мне. А я проверяю, ставлю оценку, и вы там же ее видите. Когда надо сделать? Хороший вопрос. Дедлайнов как таковых нет. В целом курс доступен один год. В течение года можно выполнять домашнее задание. Но я рекомендую делать одно домашнее задание в неделю, чтобы сразу все практиковать и поддерживать ритм. Потому что у нас будут следующие домашние задания, связанные с предыдущими. Чтобы вы так пошагово двигались, шаг за шагом, этап за этапом, лучше до следующего понедельника сделать. Оно тем более несложно. Минут 30 времени вашего. Может 60. На каких сайтах нужно быть зарегистрированным? Вот эти все темы, которые мы будем рассказывать, разбирать в следующих занятиях, я не буду заранее их проговаривать. То есть мы будем это все изучать постепенно. Все нужные сайты мы изучим. То есть проговорим, какие сайты могут быть вам полезны. Даже в программе курса на сайте Академии многие сайты указаны, которые вам полезны. Что означает плагин для сорсера? Плагин – это такое микро-приложение внутри браузера, которое позволяет выполнять разные операции. Это как такая программа для браузера. На занятиях в плагинах мы увидим, как их добавлять, как они работают. Да когда можно оплатить курс? Можете еще завтра оплатить? Да, вполне. Ничего не поняла. Ну, у нас будет занятие 4 инструмента сорсинга, где я расскажу о том, что такие плагины. Просто нужно визуально. Сейчас мне нужно на пальцах, а так я скажу, смотрите, у вас Google Chrome, там справа в Google Chrome есть вот такой пункт. Или просто можно зайти в магазин плагинов и его найти. Ну, то есть, смотрите, я… Цель этого курса – объяснить все очень понятно. Я хочу, чтобы любой человек максимально все понял, чтобы не было вопросов. Поэтому разжевывать буду тщательно и детально. Но при этом мы будем говорить и о продвинутых вещах. То есть, не будет скучно опытным, но и тем, кто неопытный, я буду прям супер детально разжевывать. Запись вебинара будет в кабинете? Да, завтра. Спасибо, очень интересно все. Пожалуйста, чувствую себя динозавром. Знаете, бывают такие студенты, которые какие-то вещи не знают, но у меня не было на курсах такого, чтобы человек чего-то нового не смог освоить, сказал в итоге «это для меня очень сложно и я не могу». То есть, всегда какие-то вопросы, может быть, задают, я в чате отвечаю, все разъясняю. Это мой принцип. Мой принцип – не выступить перед вами, а научить максимально донести и желательно без воды. Расписание занятий раз в неделю по понедельникам, вот точно в такое же время, как сегодня. Да, пожалуйста, друзья. Ну что ж, всем большое спасибо, кто был сегодня онлайн. Спасибо за ваш интерес. Рад был со всеми повидаться. Всем прекрасного вечера и до скорых встреч. Пока-пока.